Продолжение следует... 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 Да, слушаю вас. Да, да. Здравствуйте. Да, сейчас я спущусь и передам. Витя спрашивает, паркинут женат или нет. Я уже говорю, где они живут. Вот это будет вообще там народно смеяться. Да, слушаю вас. Ну вот давайте точно сформулируем, не откажется ли Маркелов от Жириновского, если станет президентом, да? Хорошо, я так записываю. Было хорошо в республике, а потом уже личную жизнь. Понятно. Тогда несколько экономических вопросов, Леонид Игоревич, вам. Телезрители интересуют, я сгруппирую вопросы. Ваше отношение к банку Аяр и вообще к банковской системе, что с ней произошло? Далее. Что он собирается делать здесь с Морийскими лесами, поскольку леса вывозят? И, вероятно, жители села интересуют, что будет происходить в сельском хозяйстве после избрания вас президента в республику? По поступлению, наверное, первого года. Да, конечно. Мы отношены к руководителям Центробанка. Он нам обязан за это, иначе он не получил бы должность. До него была, значит, женщина, руководитель Центробанка, Барамонова. За ошибки мы не дали ему совпадежку. Я не стал руководителям Центробанка. Здесь я скажу ему. Сергей Константинович, забери лицензию этого банка Аяр. Если у банка лицензию не забрать, он продолжает функционировать. А если мы заберем у него лицензию, то он будет вынужден отдавать вкладчикам долги. То есть мы можем ускорить возврат денег обманутым вкладчикам. А если президентом не будет Маркелов, они не смогут управлять на ЦБ. Во всей стране столько жуликов, столько лопнувших банкротов, фирм, акционерных обществ, что Центрального банка в России не до вашего банка Аяр. Я его знать не знаю в Москве. Вот сюда приехал и слышал Аяр. Во всей стране там знают МММ, может быть, Тибет, Хопер Инвест. А Аяр это ваш местный банк. И чтобы с ним разобраться, нужно влияние, конечно, Центрального банка России и нового президента. Здесь мы обязательно, опять же, окажем помощь, чтобы быстрее, хоть немножко, сразу всем, и все, никто не вернет, но понемножку начать отдавать вкладчикам деньги, здесь мы тоже постараемся, когда все вместе. Да, да. В ближайшее время у нас появится возможность на приму. Ну, давайте. А вот ведь он только вот сейчас отвечает. Вы прослушали, он как раз на этот вопрос. Хорошо, хорошо, хорошо. Незаконный был принес. Вот сейчас пытаются, чтобы можно, что если стоит снова, некоторые кандидаты в президенте простых людей, говорят, что мы будем вам леса разрешать, вырубать лес, чтобы быстро...